Какие первоначальные цели российского нападения на Украину? Стереть украинское государство с политической карты, уничтожить украинский язык, историю, архитектуру, культурное наследие и, конечно же, демилитаризировать, а попросту за двухсотить, как можно больше украинцев, особенно тех, кто не хочет считать себя русскими. Мы имеем дело с геноцидом именно в юридическом смысле термина. В Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой ООН в 1948 году, определение геноцида основано на двух элементах – намерении и действиях. Обычно труднее всего доказать именно намерение. В данном случае это совсем не сложно. В отличие от большинства прошлых геноцидов, Россия не перестает говорить о своих намерениях совершить этот самый геноцид. Она делает это постоянно, как будто бы это какой-то вызов, брошенный Западу. Когда Путин говорит, что нет украинской нации или украинского государства, для специалистов по геноциду – это как раз и есть язык геноцида. Заявления о намерениях исходят с самого верха российского государства, и их постоянно повторяют по государственному телевидению. Редкая телевизионная дискуссия обходится без того, чтобы кто-нибудь не говорил об истреблении украинской нации. Ликвидация нации не означает истребление всего народа, однако уничтожение всего населения страны – не единственный способ совершения геноцида. Если бы это было так, то даже Холокост не был бы геноцидом, потому что не все евреи были уничтожены. Вы совершаете геноцид, когда намереваетесь уничтожить целый народ и совершаете определенные действия с этой целью. А сейчас российский режим продолжает признаваться в своем намерении. Это исключительный факт. В этом главное отличие от Холокоста и прочих преступлений прошлого. Российское руководство продолжает говорить то, что оно делает. Практика также достаточно ясна. Среди остального – это, например, депортация женщин и детей в Россию с целью ассимиляции, что является нарушением статьи 2 раздела Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, в котором конкретно говорится, что насильственная передача детей из одной человеческой группы – национальной, этнической, расовой или религиозной – в другую является геноцидом. Агрессор Украину ненавидит и боится. И пока страна Украина и ее граждане существуют на этой земле, да еще и по соседству с Россией, Путин и его подданные спать спокойно не будут. Необъявленная война Российской Федерации против народа Украины показала множество способов достижения дьявольских целей. Похищения, пытки, расстрелы, депортация, фильтрационные лагеря, грабежи и насилие со стороны российских освободителей без всякого сомнения квалифицируются как геноцид. В то же время руководство РФ проводит целый ряд скрытых мер по уничтожению украинского этноса. Эти действия квалифицировать как геноцид несколько сложнее, но от этого они не перестают быть преступлениями. На самом деле все украинское россиянами тщательно вытесняется уже много лет. Злобно, цинично и методично. Об открытых и скрытых формах геноцида РФ по отношению к украинцам поговорим сегодня в нашем новом выпуске. Также вы узнаете о том, как в своем безумном стремлении уничтожить украинцев, Москва доводит до голода другие страны мира. Друзья, если вам удобно смотреть это видео на украинском языке, заходите на наш украиномовный канал Репостус, где есть этот выпуск украинской мовы, а также и другие цикавые видео. Допомогайте развитию украинского ютуба, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, тисните на дзвіночок, чтобы не пропустить новые премьеры. Посилание на видео есть в подкастке в описании под этим выпуском, а также в первом закрепленном комментарии. Не секрет, что россияне уже не первое столетие стремятся уничтожить украинский этнос. За лицемерными лозунгами о едином народе скрываются посылы о том, что украинцы – это якобы тоже русские. Украина – это будто бы окраина, а такой страны, по их мнению, вообще не существует. Бункерный фюрер Путин даже изволил заявить, что россияне смогли бы победить Гитлера и без украинцев, хотя это явная ложь. Само слово «Украина» для российских царей и вождей было костью в горле. Они стремились уничтожить украинцев испокон веков. Не изменялась ситуация и тогда, когда в России наступали так называемые «оттепель», «перестройка» и «демократия». Если взять только новейшую историю Украины, то процесс уничтожения ее этноса со стороны РФ можно условно разделить на несколько временных этапов. С 1991 по 1999, от распада СССР и провозглашения независимости Украины до прихода к власти в РФ Владимира Путина. В это время в России происходят путчий, передел власти, глубокий экономический кризис, войны в Чечне и другие важные события. Иногда кажется, что Кремлю вообще не до Украины. Но это впечатление обманчиво. Антиукраинскую риторику в РФ использовали в основном маргинальные личности, вроде Жириновского, который угрожал Украине ядерным ударом, но над ним все смеялись. Лысенко, который рвал флаг Украины в парламенте, но получал осуждение. Еще был такой персонаж Баркашов и, конечно же, коммунисты. В то же время, уже в первые годы независимости Украины, в Крыму активизируются пророссийские группы, которые скорбят о том, что полуостров не в составе РФ. А избранный президент АРК Юрий Мешков открыто призывает к сепаратистским действиям с последующим присоединением к России. Россия, несмотря на распад СССР, по-прежнему сохраняет как политическое, так и экономическое влияние на восточные и южные регионы Украины. Там действует довольно мощное пророссийское лобби. Коммунисты, партия Ветренко, местные руководители и так далее. Следующий временной отрезок с 2000 года по ноябрь 2004. Признаки захвата Украины носят в основном скрытый характер, за исключением попытки присвоения России украинских территорий близ Тузлы. После напряжения в Тузле власти РФ создают видимость, что отступают, но в то же время помогают лояльным политикам занимать руководящие должности как в Крыму, так и в других регионах Украины. Активно внедряют свою агентуру в украинские правоохранительные органы. Что касается внешней политики, то Москва еще продолжает носить маску брата, но старшего. Недовольный тем, что Леонид Кучма проводит разновекторную политику, Путин пытается провести на должность президента Украины более лояльную и управляемую фигуру – донецкого чиновника с двумя судимостями – Виктора Федоровича Януковича. После того, как ему это не удается, и в Киеве происходит первый Майдан, политика Москвы по отношению к Украине резко меняется. Следующий период – с ноября 2004 по 2010. Руководство РФ постоянно устраивает газовые, бензиновые, сырные и другие экономические войны, словно мстя за то, что Украина выбрала не того президента. В центральных российских СМИ, в которых с каждым годом становится все меньше свободы для оппозиции, антиукраинская риторика вначале маскируется под антизападную. Украина представляется несчастным государством, на которое оказывают влияние страны Запада, якобы с целью вытеснения всего русского. Одновременно с этим, через восточные границы Украины, которые, как известно в то время, очень плохо охранялись, активно завозится с территории РФ русскоязычная литература. Завоз производится как легально, так и контрабандой. Луганских и донецких бизнесменов привлекает дешевизна такой продукции. Газеты, книги, глянцевые журналы и так далее. Они делают на этих товарооборотах хорошие деньги, не подозревая о том, что их руками создается огромная конкуренция украинской продукции, которая постепенно вытесняется с книжных лавок, киосков «Союз печати» и других оптовых и розничных точек. В свою очередь, храмы Московского Патриархата также активно используются россиянами, как точки сбыта алкогольной продукции из РФ, а также как пункты распространения российской литературы и видеоматериалов, где содержится как религиозная, так и пророссийская политическая пропаганда. В частности, активно осуждается распад СССР. Образование Киевского Патриархата критикуются как прежние, так и действующие власти Украины. Их обвиняют в том, что они разрывают связи с Москвой и продаются Западу. Также, пользуясь тем, что власть в Крыму, а также в некоторых других регионах Украины, сосредоточено в руках лояльных КРФ-политиков, туда ввозятся российские агитационные материалы, символика, товары широкого потребления и так далее. С помощью руководства этих регионов Россия формирует пренебрежительное отношение населения ко всему украинскому. Мероприятия по популяризации национальной культуры Украины, ее литературы, истории обычно носят или формальный характер, или держатся исключительно на энтузиазме отдельных украинских деятелей. Украинский контент со стороны властей в этих регионах слабо поддерживается, практически не финансируется и не развивается. Период с 2010 по 2013. Подготовка к войне. Несмотря на приход к власти лояльного КРФ Януковича, отношение России и Путина к Украине не смягчается. Наоборот, в Крыму активизируются пророссийские организации. Туда часто приезжает депутат Госдумы РФ Затулин с пропагандистскими акциями, замаскированными под журналистские курсы, а также другие российские политики и коллаборанты, вроде Корнилова, Крючкова, Фролова и других. Некоторые из них, уже не стесняясь, заявляют о том, что если Украина не присоединится к таможенному союзу с РФ, будет война. При поддержке регионалов и других пророссийских движений в эти годы также проводятся так называемые антифашистские форумы. Блогеры, журналисты, общественники, политики ездят по городам Украины, выступают в университетах, зданиях местных администраций и убеждают слушателей в том, что в Украине наблюдается нашествие фашистов. Осуждению подвергаются все, кто положительно относится к Степану Бандере. Эти форумы проводили такие одиозные политики, как Олег Царев, Владимир Константинов, Валерий Галенко, Дмитрий Шинцов и другие деятели, которые позже будут уличены либо в прямом сотрудничестве с РФ и измене Родине, либо в пособничестве России в составе оппозиционного блока. В качестве пропагандистов так называемой угрозы фашизма в Украине привлекались такие известные журналисты-коллаборанты, как Мирослава Бердник и Александр Чаленко. При попытке представителей украинской интеллигенции вступать с ними в спор, устраивалась настоящая травля в интернете. Их объявляли недоисториками и пособниками фашистов. Мало того, активисты форумов лично жаловались тогдашнему министру образования Дмитрию Табачнику на украинских ученых, и, пользуясь тем, что их вузы входили в профильную сферу и подчинялись этому чиновнику, требовали применить к ним дисциплинарные меры. В качестве примера приведем факты преследований по отношению к луганскому преподавателю Владимиру Семистяге, который после полемики с Бердник в помещении ЛНУ имени Тараса Шевченко получил выговор от руководства вуза. Ограничение в работе на кафедре истории Украины, а возглавляемый им украинско-канадский центр, входящий в структуру ЛНУ, был закрыт с целью проверки. Как стало известно позже, за антифашистскими форумами стояло непосредственно руководство РФ, а всех несогласных украинцев тщательно отслеживали. В это же время во многих регионах Украины активизируются такие коллаборационистские организации, как Донецкая Республика, Русское Единство, Русский Блок. Вместе с коммунистами, ветренковцами и казаками они проводят антиукраинские и антизападные акции, распространяют пропагандистскую литературу, символику и другие атрибуты, ведя полуприкрытую подготовку местного населения к грядущей войне. Следующий временной отрезок с 2014 по 2021 год, который можно условно назвать «гибридная война». С начала аннексии Крыма и войны на Донбассе, проводимый россиянами геноцид народа Украины, перешел в открытую форму. Несмотря на заявление о бескровности операции по аннексии Крыма, есть свидетельства о гибели сразу нескольких украинцев по вине российской стороны. Профессор Виктор Ганкевич, уроженец Херсонщины, проживавший в Крыму, собрал целую библиотеку, состоящую из литературы, имеющей важную историческую и культурную ценность. Сохранял проукраинскую позицию, внес существенный вклад в изучение истории и культуры крымских татар в Украине. Во время захвата полуострова российскими войсками без опознавательных знаков он хотел покинуть полуостров и вывести книги, автором части которых был и сам, в Украину. Также профессор жаловался коллегам, что коллаборанты в Крыму планируют забрать и национализировать его библиотеку, оказывают на него психологическое давление. За всем этим стоит непосредственно Сергей Аксенов. Профессор Ганкевич скончался 30 апреля в возрасте 45 лет. Согласно официальной версии, причиной стал сердечный приступ. При этом очевидцы, обнаружившие его мертвым, утверждали, что дверь его квартиры была открыта, а из библиотеки исчезла часть книг. Также известно, что 3 марта на полуострове был похищен, а потом найден убитым 15 марта со следами жестоких пыток крымско-татарский активист Решат Аметов. К слову, Аметов был далеко не единственным активистом, кого похитили в эти дни россияне в Крыму. А 18 марта 2014 года при штурме зелеными человечками картографического центра в Симферополе был убит украинский прапорщик Сергей Кокурин. Новые власти полуострова преследовали крымских татар и украинских активистов, выступивших против выхода из состава Украины. Что касается Донбасса, то здесь россияне уже принялись совершенно открыто истреблять украинцев, но при этом выдавали это за гражданскую войну, как будто это не российская страна, а просто украинцы воюют друг с другом. Похищение, убийства и обстрелы инфраструктуры российская пропаганда подавала исключительно как действия киевских карателей, украинских националистов, правосеков и так далее. Позже становились известны подробности убийств украинцев и России все сложнее было убеждать окружающих в том, что Украина это делает сама. В качестве яркого примера можно привести расстрел семьи бизнесмена Олега Бурыхина на трассе под Свердловском Луганской области 9 мая 2014 года. Эту территорию захватили боевики батальона так называемой ЛНР «Призрак», в состав которого входили как местные коллаборанты Алексей Мозговой, Александр Костин, так и граждане РФ Юрий Шевченко, Петр Бирюков и так далее. Это незаконное военное формирование имело тесные связи с еще одним гражданином России Игорем Стрелковым, который часто координировал их действия. Бурыхин с женой и дочерью ехал на двух внедорожниках к родственникам в Ростовскую область, чтобы переждать войну. Россияне и пророссийские сепаратисты открыли огонь. Олег и его жена погибли на месте. Десятилетняя дочь Лиза получила ранение в голову и стала инвалидом. Ограбив уже мертвых родителей девочки, пророссийские террористы просто бросили ее умирать в машине на дороге. К счастью, потом ее спасли случайные люди. Интересно, что вину батальона призрак в убийстве признала не только украинская сторона, но и так называемый суд ЛНР, который провел свое расследование. Из резонансных случаев также можно вспомнить избиение россиянами украинских активистов в Луганске на площади героев ВОВ 9 марта 2014 года. Преследование, пленение и убийство евромайдановцев в период так называемой русской весны. Пулевые ранения адвоката Игоря Чудовского 29 апреля. Публичные издевательства над преподавателем Михаилом Лагвиненко. В Донецкой области происходили похожие случаи насилия. Так, спасенные из российского плена жители Славянска, захваченного боевиками Гиркина, вспоминали про пытки на подвалах и о том, как адепты русской весны, увидев у них украинские татуировки, просто срезали их ножом. С середины апреля 2014 года счет жертв на Донбассе уже пошел на десятки, а летом на сотни и тысячи. Все помнят, как россияне и подконтрольные Москве сепаратисты устраивали вооруженный захват зданий в Луганске, Донецке и других украинских городах. Брали в плен, пытали и расстреливали как гражданское население Украины, так и военных. Сотрудников МВД и СБУ, отказавшихся переходить на сторону РФ, россияне тщательно отслеживали и устраивали репрессии. Яркими примерами действий с признаками геноцида против украинцев является ракетная атака под зеленопольем, обстрел территории Украины со стороны РФ, а также трагедия в Иловайске, когда россияне, вероломно нарушив договоренности, открыли огонь по выходящим из окружения украинским солдатам. Когда активная фаза боевых действий на востоке Украины стала угасать, на оккупированных территориях взялись за работу органы ФСБ, которые через марионеточные местные МГБ принялись выискивать украинских патриотов и возбуждать в отношении них уголовные дела. Россияне формировали из граждан Украины, содержавшихся в неприемлемых условиях, так называемый фонд для обмена пленными. Помимо грабежей, убийств, насилия и фабрикации уголовных дел, россияне на Донбассе предпринимали и другие способы уничтожить все украинское. Так, в школах и вузах было вначале ограничено, а затем и вовсе отменено обучение на украинском языке. Сам предмет «Украинский язык» с каждым годом оккупации все больше сокращался, пока не исчез вовсе. История Украины подменена историей Отечества. Учебники очень быстро заменялись российскими, а педагогов, пытавшихся продолжить обучение детей на украинском, осуждали и преследовали. В Крыму, а также на территориях подконтрольных боевикам так называемых ЛНР и ДНР была введена рублевая зона, а гривна вытеснялась. Украинские товары с каждым годом все больше блокировались и их заменяли российскими или белорусскими. Украинская символика тщательно уничтожалась. Были зафиксированы случаи изъятия и сжигания украинских книг. Также оккупанты ввели запрет на распространение украинской националистической литературы, пригрозив лишением свободы сроком до 15 лет. Эта норма прописана в уголовных кодексах так называемых ЛНР и ДНР. Даже во время относительного затишья россияне не прекращали геноцид украинцев на оккупированных территориях. Также формировались армейские корпуса для подготовки к новым боевым действиям. Следующий временной период с февраля 2022 года по настоящее время. Открытая агрессия. В феврале 2022 года перед открытым вторжением россияне устроили на Донбассе депортацию местного населения под видом так называемой эвакуации. Запугивая людей нападением со стороны Украины россияне на самом деле готовили атаку сами, а с неподконтрольных украинских территорий вывезли большое количество людей в отдаленные регионы РФ. Стоит отметить, что из этой эвакуации вернулись назад не все. До сих пор часть украинцев вынуждена остается в России. Еще один вопиющий эпизод геноцида украинцев. На оккупированных территориях россияне устроили принудительную мобилизацию. Они ловят прямо на улицах мирных жителей и заставляют их идти на войну против Украины. Ну, а что касается убийств украинцев на захватываемых русскими территориях, об этом уже знает весь мир. Кадры из Бучи, Ирпеня и других городов Украины облетели весь интернет. Множество международных организаций зафиксировали факт военных преступлений со стороны России. Разрушенные дома Киева, Харькова, Мариуполя и других городов Украины остаются молчаливыми свидетелями зверств российской армии. Из руин зданий до сих пор достают останки граждан Украины, в том числе и детей. Кроме того, в Мариуполе и других городах Донбасса россияне установили фильтрационные лагеря и проводят проверки местного населения. При обнаружении среди них военных, полицейских или просто патриотично настроенных гражданских устраиваются репрессии, их лишают свободы, депортируют или просто уничтожают. Также россияне принудительно вывозят в РФ украинских детей. Свидетельства о депортации несовершеннолетних украинцев особенно важны, так как они помимо обычных гражданских прав имеют еще и право на защиту и опекунство. В случаях же, когда россияне разлучали детей с родителями и обманывали их, что те якобы погибли, это особый факт преступлений, который однозначно попадает под определение геноцида. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова свидетельствовала о вывозе в подмосковную Апрелевку 27 украинских детей-сирот, а также о депортации в российский Владимир группы украинских подростков 14-15 лет, родственников которых просто запретили искать. Еще раз отдельно стоит упомянуть фильтрационные лагеря. Когда российские войска в 2022 году начали захватывать новые города на востоке Украины, то мирных жителей заставляли проходить унизительные проверки, а также допросы. Особенно это касалось тех украинцев, которые пытались выехать с оккупированных населенных пунктов именно на территории, подконтрольной вооруженным силам Украины. Так, в общении с журналистами телеканала CNN украинцы рассказали о процессе фильтрации. Помимо проверки документов, российские военные и спецслужбы проводили допрос, снятие отпечатков пальцев и обыск. При этом многие были разлучены со своими семьями, а мужчин вообще регулярно раздевали и досматривали, нет ли на их теле патриотических татуировок или следов отношения оружия или бронежилета. По словам Петра Андрющенко, советника Мариупольского городского головы, войска РФ обустроили пять фильтрационных пунктов по всему городу. Мариупольцам необходимо пройти эту фильтрацию, чтобы получить сертификат на передвижение по городу. Кроме того, фильтрационные лагеря для граждан Украины россияне обустроили не только на оккупированной территории. Такие гетто имеются еще непосредственно в РФ, в частности в районе КПВВ на границе с Эстонией. По словам жителей Мариуполя, оказавшихся в одном из таких лагерей, даже лагеря в Безымянном и Казацком Новоазовского района Донецкой области выглядит детской игрой по сравнению с пограничным российским. Также известны случаи, что людей из того же Мариуполя насильно вывозили на фильтрацию в оккупированный Донецк и заставляли на камеру давать ложные свидетельства против Украины. В случае их отказа за работу брались сотрудники ФСБ РФ и выбивали нужные показания силой. Параллельно с этим ведется дезинформация в СМИ. Российские пропагандисты обманывают общественность, утверждая, что украинские города бомбит не армия а какие-то нацбаты. Все это является ложью, направленную на дискредитацию защитников Украины и оправдание зверств россиян в соседней стране. Стоит упомянуть также и вандализм россиян по отношению к украинским памятникам. С 2014 года в Луганске, Донецке и других захваченных городах устанавливались коммунистические памятники Ленину, Сталину или же мемориалы, восхвалявшие так называемую русскую весну. Пример мемориал защитникам Луганска в Луганском сквере памяти. В свою очередь украинские памятники планомерно и методично уничтожаются. Так, в начале мая в поселке Мангуш под Мариуполем россияне снесли памятник украинскому гетману Петру Сагайдачному. Кроме того, примерно в эти же дни в аннексированной Ялте снесли здание легендарного архитектора Краснова. И это несмотря на то, что за месяц до акта вандализма оккупационные власти Крыма получили документы об исторической ценности этого памятника архитектуры. На сегодняшний день зафиксировано более 300 случаев уничтожения россиянами культурного наследия Украины. Демонтаж украинских памятников, символики и других атрибутов культурного наследия осуществляется под советскими флагами, иногда триколорами РФ и так называемых ДНР и ЛНР. Еще одно вопиющее преступление россиян в Украине это вывоз зерна из оккупированных территорий, а также блокировка украинских кораблей с зерном в портах. Эксперты считают, что такие действия Москвы сравнимы с искусственным голодомором 1932-33 годов, который советское руководство устроило тогда на территории Украины. При этом важно, что Россию обвиняет не только украинская сторона, ведь оккупанты, блокируя украинские корабли с зерном, становятся виновниками голода и в других странах, для которых эти поставки предназначались. Россия развязала зерновую войну, заявила министр иностранных дел ФРГ Анна-Лена Бербак. С ней согласны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие мировые лидеры. Умышленно лишая Украину возможности экспортировать зерно по традиционным маршрутам, Москва обостряет нехватку пшеницы на мировом рынке. Такие действия Путина и компании могут привести к голоду в целых регионах нашей планеты. Как все это прекратить? Чтобы привлечь российскую сторону к ответственности, нужно документально доказать, что их действия имеют характер геноцида. Не только украинские судьи, но и служители Фемида из других стран должны вынести соответствующее решение. Согласно статье 2 Конвенции ООН по предотвращению и наказанию преступления геноцида, геноцидом считаются умышленные действия в целях полного или частичного уничтожения групп населения или народов. Сюда относятся убийство членов этой группы, нанесение тяжких телесных или психических повреждений членам группы, создание условий, рассчитанных на полное или частичное ее уничтожение, насильственная передача детей данной группы другой группе. Проблемы и сложности безусловно есть. Важно предъявить доказательства, что акция по уничтожению украинцев была именно инициативой российской избранной власти, а не просто какого-либо конкретного человека. ФСБшник Путин это прекрасно понимает, поэтому старается использовать витиеватые формулировки типа спецоперация, денацификация, чтобы не звучали открытые призывы к геноциду. Вообще-то в последние годы с российских телеэкранов часто звучали призывы к нападению на Украину, однако это были в основном политики, чиновники, журналисты и прочие эксперты. Что касается официальных властей РФ, то когда их призовут к ответу в судах, они, конечно же, будут утверждать, что хотели спасти, а не уничтожить украинцев, поэтому их можно привлечь к ответственности, собирая фото и видеодоказательства, показания свидетелей и пострадавших, а также приказы, постановления и другие нормативные акты, на которых стоят подписи конкретных представителей официальной власти РФ. Также важны и показания пленных российских солдат, которые признаются, какие именно им давали приказы и называют фамилии своего руководства. Первыми признали действия России в Украине геноцидом парламентарий Канады, Эстонии и Латвии. Кроме того, Сейм Литвы признал Россию террористическим государством. 7 марта 2022 года в Гааге началось заседание Международного уголовного суда ООН по иску Украины против России. 14 апреля Верховная Рада Украины приняла постановление о совершении Российской Федерации геноцида в Украине. 16 марта Международный суд ООН объявил решение по запросу о введении временных мер по делу Украина против России по геноциду. Речь идет об обвинении в геноциде в соответствии с конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Согласно решению суда, Россия должна приостановить все военные действия в Украине и вывести свои войска. В начале июня прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил о том, что его инстанция, начавшая расследование военных преступлений в Украине, уже собрала тысячи доказательств. Для сбора улик создан специальный защищенный портал, с помощью которого восстанавливается картина преступлений. В экспертной среде появились юридические оценки действий российской армии, направленных против гражданского населения Украины. Немецкий юрист Отто Люхтергант собрал вместе примеры действий российских военных в Мариуполе и пришел к выводу, что они подпадают в данном случае под геноцид против населения Приазовского города как части украинского народа. Признаками геноцида, по словам Люхтерганта, кроме постоянных бомбардировок жилых районов и гражданской инфраструктуры Мариуполя, включая больницы и театр или бассейн, где скрывались мирные жители, служит и то, что население неделями отрезано от поставок пищи, воды, электричества и тепла. Из этих фактов можно сделать вывод о субъективном намерении российских войск или президента Путина, уничтожить, стереть город и его население с лица земли. Ведутся плановые действия, а не какие-то выборочные бомбардировки, объясняет юрист. Российская Федерация и ее руководство обязательно ответят за свои преступления в Украине. Россияне, устроившие геноцид украинского народа, понесут ответственность в соответствии с общепринятыми международными и человеческими нормами. Также уверен, что многих российских военных настигнет карающая рука украинских народных мстителей. Слава Украине! Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на Патреон, это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, можно воспользоваться новой функцией Ютуба спонсорства. Кнопка спонсировать есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы! Редактор субтитров А.Семкин